Всем привет! В этом ролике ты узнаешь, как живет Самат Кыргызов-Дарахманов. Личная жизнь, биография, достижения в спорте. Кстати, недавно произошел кипиш. Самат наехал на брата персидского дагестанца. Да так, что пришлось мешаться самому персу. И тот вызвал кыргыза на бой. Эй, Самат, ты чё? Ты чё так азжи? Ну давай, поймем, что там? Видео о кипише и все подробности уже в телеграм по ссылке в загребленном комментарии. Быстрее залетай, пока видео не удалили. Выпуск будет очень интересным. Обязательно смотри до конца и всё узнаешь. Прямо сейчас тебе всё покажу. Но взамен попрошу лишь поддержать видео лайком и подпиской на канал, если любишь бойцовский контент. Алга Кыргызстан. И мы начинаем. Самат родился в Кыргызии 19 марта 1999 года. В раннем детстве семья перебралась в Тюмень. В школе мальчик играл в теннис, футбол, баскетбол. Однако это было недолго. Ведь у Кыргыза была мечта. Самат смотрел боксерские поединки мировых легенд и также стремился стать боксером. В 12 лет родители привели его в зал, где он постепенно начал прогрессировать и завоевывать новые спортивные вершины. Все расходы оплачивал отец. От экипировки до поездок на соревнования. И говорил, что если Самат хочет пить и парить с друзьями, то в спорте ему делать нечего. Заниматься нужно чем-то одним. После 9 класса юноша подал документы и пошел в колледж, чтобы выучить сынки с рука. А спустя 4 года Абдерихманова забрали в армию, в ВДВ. С первых дней Самат себя хорошо зарекомендовал. Занимался спортом, бился в ринге, представляя свою часть и прыгнул с парашютом. В общем, время не зря не терял. Во время службы молодой проспект заинтересовался лигами хардкор и топ-дог. Время быстро пролетело. После дембеля и возвращения домой с работой было сложно, поэтому Горгиз отправил свои заявки в промоушены, продолжил тренироваться и ждать. За все время в любительской карьере Самат успел провести более 250 боев. Только вдумайтесь в эти цифры. Вот, пришел долгожданный ответ. Первыми на заявку парня ответил промоушен топ-дог и предложил противника на 10 килограмм тяжелее Самата. Такие условия, понятное дело, его не устроили. Боец продолжил ждать ответ от хардкора, в который написал уже дважды. Время шло. И вот команда хардкора связалась с Горгизом и попросили в течение 10 дней приехать в Москву, чтобы попасть на отборы. Семья, родители, тренера даже и подумать не могли, что Самат эти драться на голых кулаках. Думали, что это небольшие соревнования по боксу. Отборочный тур у боец прошел на ура. Завершил бой досрочно и был включен в основной состав турнирной сетки. Абдер Ахманов, один из немногих, кто предпочитает завалевывать фанатскую любовь с зрелищными боями и красивой техникой, а не трештоком. Ну а что было дальше, знаете сами. Неразговорчивый Самат разбирал по частям каждого своего соперника. Стал вторым финалистом хардкор и продолжает нас радовать зрелищными боями. Теперь самое интересное. Личная жизнь Самата закрыта за навесой тайн. Сейчас у него нет девушки. И как заявляет сам боец, он выбрал путь воина. И на данный момент полностью отдается спорту. Семья большая, дружная. Младший брат и две старшие сестры. Они уже замужем. После победы на гран-при Самат выиграл машину и подарил ее отцу. Хотел порадовать, но тот настоял, чтобы продать машину и купить сыну квартиру в Москве или Бешкеке. Да и как рассказал сам отец Самата, Мамат Матриям Абдрахманов, машина невместительная. Тачка была выставлена на аукцион со стартовой ценой в 6 миллионов рублей. Ну а что было дальше, история умалчивает. Самат Киргиз живет достойной жизнью. Родительский дом, постоянные разъезды, спорт и тренировки. Простой парень, который добился всего упорным трудом. Достойный пример своего народа, завоевавший сердца фанатов по всему земному шару. И за это без спор на лайк. Друзья, а как вы относитесь к Самату и как давно за него болеете? Прямо сейчас пишите в комментариях, делитесь видео с друзьями. А также рекомендую тебе глянуть и другие ролики на моем канале. Хорошего настроения и еще услышимся!